Я не знаю у кого как, у меня все идет как идет. Я ничего не могу планировать в этой жизни, никогда не планировал. Все получалось как-то само собой. Родители задали тон вот этими переездами с самого раннего детства. Бросили в Урал, поехали в Алмату. Потом из Алматы опять куда-то поехали. В общем, короче, упокоились в Крыму. Я заряжен был вот этим духом переездов с самого раннего детства. И поэтому сразу уехал, как только появилась возможность. После армии поехал на гастроли и мотался очень долго по стране. Работал от разных филармоний. Последнее время я закреплен за Москвой. Я не очень люблю Москву как место, в котором надо жить. В Москве надо работать, в Москве надо делать какие-то дела. Но вот для жизни Москва все менее предрасположенный город какой-то. Все труднее в нем находиться. Я боюсь вот это выезжать, потому что я боюсь не успеть постоянно. Вот эти вот пробки, по которым я езжу, это вот шумахеры, которые все время перестраиваются. Особенно, когда выезжаешь за пределы страны, возвращаешься, потом видишь, какой ужас на дорогах у нас творится. А это все ментальность. Ментальность людей. Он все время, когда спешит, торопится, он все время пытается за счет тебя что-то там выиграть, то есть обогнать, вклиниться. Это вот очень показательно для того, как ведут себя люди. Я все время привожу этот пример, почему у нас вот так все. Мы однажды ехали, такой показательный пример, в Германии летели, по-моему, из Мюнхена во Франкфуд, четырехполосный автобан. И мы едем на очень хорошее машине итальянское, в левом ряду, а он не имеет скоростных ограничений. И мы идем где-то там чуть под 200 летим. И стоит большущий плакат. Нарисовано четыре полосы, и одна отрезается. Одну полосу надо будет срезать. Ну, как бы уйти с нее. Водитель автоматически сбрасывает скорость, перестраивается сюда, уходит до 150, второй ряд слева. И мы идем через какое-то расстояние, там, через несколько километров, ну, может, километра, полтора, два, стоит опять большущий щит, четыре полосы нарисованы, и нарисовано, что вторая закрывается. Дорога чистая, пустая. Он автоматически сбрасывает до 120 или 110, переходим и идем в двух рядах. Все машины перестраиваются и спокойно едем. Ни одной машины здесь. Чистая, пустая дорога. Через какое-то время опять огромный плакат. Нарисовано, что третью полосу надо закрыть, что все, она перекрывается. Он автоматически сбрасывает до 90, и мы все встаем, все машины. Едут где-то, ну, пару-тройку километров. Мы едем вот по этому, по абсолютно пустой дороге, непонятно ничего, ни впереди ничего. Абсолютно чистая, пустая дорога, и все едут со скоростью 90. И мы подъезжаем, тут ремонт моста. Закрыты три полосы, оставлена одна. И со скоростью 90 летит этот поток. Фррр! И я сразу представил, что было бы у нас. Какой-то самый, самый-самый важный, ну, не знаю, там, наглый. Конечно, пошел бы быстренько, чтобы вклинился бы. Остановил поток, и дальше уже была бы дикая пробка, и все проезжали бы не со скоростью 90, а со скоростью 1, 2, 3, 5 километров. И была бы жутчайшая. Вот это наша ментальность. И вот когда я проехал там, я понял, ребят, в нашей жизни очень многое, не так, только из-за того, что мы такие. Мы пытаемся здесь урвать, здесь хапнуть, и сами создаем в себе кучу проблем. Вот этот вот показательный случай, который сильно на меня повлиял. повлиял. Я понял, насколько мы сами усложняем себе жизнь.